Средняя зарплата в 2021 году в ядерном центре составила 90 542 рубля, на предприятиях муниципального сектора 30 030, в малых и средних предприятиях 27 818. Такие цифры нашли отражение в докладе главы города о работе за прошлый год, которую он представил депутатам на думской сессии. Кроме того, Алексей Сафонов рассказал, что за счет бюджетных средств улучшили жилищные условия более 80 семей. Очередь из нуждающихся в улучшении своих жилищных условий все равно большая, больше тысячи семей. Но Саров в этом плане практически единственный город в регионе, где она движется. По этому вопросу мы кратно лучше выглядим все наши территории соседние, потому что данным вопросом на тех территориях, я бы не сказал, что у них там есть какие-то положительные результаты. Саров в этом плане действительно сохраняет свою социальную направленность и мы стараемся сделать многое для того, чтобы у нас эта очередь уменьшалась. Докладывая о деятельности департамента образования, Алексей Сафонов отметил, что городу удалось исполнить указ президента о повышении зарплаты педагогических работников. Их доход составил более 38 тысяч рублей. Рассказал он и о других достижениях ведомства Натальи и Володько. Буквально за короткий период, считанные недели, удалось отпроектировать и войти в национальную программу капремонта школ, ввести туда 4 объекта наших. И уже на этот год мы получили финансирование на 2 объекта. Это удалось привлечь более 200 миллионов рублей. Поэтому скажу, действительно очень достойная задача, с которой департамент образования с коллегами справились безусловно. Алексей Сафонов не обошел стороной городские проблемы. Отвечая на вопрос о затяжном строительстве нового здания 11-й школы и Центра культурного развития, он отметил, что сначала работы шли в хорошем темпе. Но в 2021 году страна столкнулась с непрогнозируемым ростом цен на строематериалы. Совместно с областными ведомствами администрация пыталась решить эту проблему и минимизировать убытки подрядчика. Мы и подрядчика предупредили и инициировали сами. На текущий момент возбуждено уголовное дело против данного подрядчика. Потому что со стороны администрации сделана максимальная работа для того, чтобы данные объекты встроились и вводились. По большому счету на текущий момент у подрядчика нет оснований не сдавать объекты. Мы решили практически все его вопросы. Контракт с подрядчиком будут расторгать. Кроме Алексея Сафонова, доклад о работе Думы представил ее председатель Антон Ульянов. Антон Сергеевич рассказал о работе органов МСУ во время пандемии, работе с обращениями граждан, создании Молодежной палаты. Мы набрали довольно активный состав. 15 человек, представляющие разные городские предприятия. В прошлом году Молодежная палата выбрала из своего состава председателя. Это Евгений Шостаков. И также Молодежная палата направила представителя города Сарова в Молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области. Это Евгений Осетров. С полными отчетами председателя и главы города можно познакомиться на сайтах Думы и администрации Сарова. Кроме того, депутаты рассмотрели корректировки в бюджет и изменения в прогнозный план приватизации. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.